здарова народ вы на канале будь мужиком и сегодня мы с вами поговорим о такой распространенной проблеме как то что стиралка бьется током и так поговорим о том из-за чего это дело происходит и как эту проблему возможно устранить и кстати друзья у меня появился инстаграм если вам интересно можете перейти по ссылочке я оставлю вам в описании всего у нас бывает четыре способа но есть способы немножко хуже есть способы немножко лучше и я вам расскажу сторонник какого способа я и как вообще принципе можно сделать и так проблема это заключается в том что в стиральной машине есть такая вещь как сетевой фильтр так вот этот сетевой фильтр своим земляным контактом зачастую связан с корпусом стиральной машинки и таким образом периодически вот при работе этого фильтра частично напряжение переходит на корпус стиральной машинки из-за этого мы ощущаем вот это вот какое-то такое как покалывание вот эта машинка вот она как будто вот щиплется то есть и так неприятно так не подходишь берешься за нее рукой откажешься неприятно ну я конечно не знаю может быть есть люди которые от этого кайф получают но мне это неприятно например и я это дело буду устранять самый первый способ который советует все на ю тубе это подключить стиральную машинку газопроводу подключить стиральную машинку к водопроводу вывести подключить ее на балкон какой-нибудь железки но в общем к чему угодно и и примотать ну я вам скажу сразу этот способ работает стиралка мартоком биться не будет но этот способ плохой плохой почему потому что происходит электрическая коррозия металла проработал довольно таки длительное время в газовой службы я узнал что в газовой службе бывает просто огромное количество разных подразделений то есть это слесаря метрологи и так далее в общем сейчас не об этом есть такая служба электрохимзащита они занимаются тем что ходят и замеряют потенциал на газопроводе то есть это делается для того чтобы не было электрической коррозии металла то есть если кто-нибудь производит такие действия как я вам сказал с газопроводом то он очень быстро выходит из строя и для того чтобы этого не было ставятся специальные диэлектрические втулки и диэлектрические вставки в общем целая куча приспособлений для того чтобы этого не было но и мало того что портится металл так еще и человека может шарахнуть конкретно. Или, например, если вы живете в многоквартирном доме, вы заземлили свою стиралку на водопровод, а кого-нибудь снизу на первом этаже, например, какой-нибудь тетю Люсю, шарахнет, например, с током из крана. Это, наверное, тоже будет не очень приятно. Так вот, второй способ, который нам советуют, второй способ, это у нас подключить землю и ноль. На стиральной машинке просто два провода скрутить и подключить на ноль. То есть землю, грубо говоря, подключить на ноль. То есть, ну, это, в принципе, тоже, ну, как бы, действенный способ. У нас земля будет просто уходить в ноль, но если как-то так получится, что у вас фаза с нулем, как бы, к примеру, поменяются местами, либо же вы вынете вилку, перевернете ее и вставите иначе в розетку, то фаза у вас попадет на корпус стиральной машинки. Как вы думаете, что произойдет, если вы дотронетесь, грубо говоря, до стиральной машинки, фактически, голой рукой за фазу. Мало того, что если шарахнет, но может произойти и нечто похуже. Третий способ, это взять розетку, в розетке найти, где фаза, где ноль, обязательно сделать это индикаторной ответкой, например, и ноль соединить с землей. Розетка обязательно должна быть стандарта евро, потому что, если розетка у вас будет обыкновенного типа, там нету земляных контактов. Если у вас будет розетка евро стандарта, там есть земляной контакт. Так вот, на самой розетке ставится перемычка между земляным контактом и нулем. Таким образом, весь потенциал, который у нас скидывается на корпус стиральной машинки, будет просто уходить через земляной контакт, через эту перемычку и в ноль. И таким образом, мы опять же, получается, со стиральной машинки снимаем этот потенциал, и она током биться не будет. Это довольно-таки хороший вариант, если вы уверены в своей розетке, если там постоянно фаза и ноль в одном и том же месте. Просто, если вы живете в каком-нибудь старом фонде, и там постоянно отключают свет, электрики что-нибудь в щитке крутят, то может быть такое, что у вас фаза будет, к примеру, в розетке уже не слева, а справа. И в таком случае, опять же, произойдет что? У вас фаза попадет на корпус стиральной машинки. А тогда, как вы сами понимаете, вас может конкретно так шарахнуть. И четвертый способ, на мой взгляд, самый нормальный способ, самый щадящий людей, это взять, найти сетевой фильтр вашей стиральной машинки. Например, посмотреть видео на ютубе, либо скачать инструкцию к вашей стиральной машинке и найти, где там находится этот сетевой фильтр. Сетевой фильтр состоит зачастую в начале из двух конденсаторов. Между этими двумя конденсаторами делается вывод на землю. Земля обозначается вот так на схемах. Теперь вы находите этот контакт земляной на сетевой фильтре и этот контакт вы должны разъединить с корпусом. То есть, этот контакт на сетевом фильтре у вас всегда связан. То есть, вы отсоединяете клеммочку с корпуса стиральной машинки и отсоединяете клеммочку с самого сетевого фильтра. Таким образом, вы разгрузили вашу стиральную машинку от того самого потенциала, который на ней скопился. Это самый верный способ, потому что у машинки остается заземление основное, она только не получает лишние помехи от сетевого фильтра. Это, я считаю, самый нормальный способ. Для того, чтобы замерить, сколько же ваша машинка дает на корпус. Надо один штекер взять в руки. Вот он у меня черненький взял. Другой штекер тестера. Здесь у нас поставлено на переменное напряжение. Прикоснуться к корпусу. То есть, мы видим 15... А, это я прислонился к дверце. Мы видим сейчас 3 вольта. То есть, 3 вольта, когда мы касаемся только щупа и корпуса. Я сейчас в резиновых тапочках. Как только я вот эту руку опускаю и прикасаюсь к полу, то есть, это фактически я стою босыми ногами и держусь за стиральную машинку и меня бьет 48 вольт. Итак, ребята, для того, чтобы найти сам фильтр, мы находим провод подачи. Вот наша подача. Здесь вот у нас есть зеленый проводочек. Это как раз наша земля. Земля у нас соединена с корпусом стиральной машинки. И потом пошел вход сразу на сетевой фильтр. То есть, вот он всегда стоит на входе. То есть, в нашем случае, что? В нашем случае, получается, он соединен вот этой вот пластиной. Вот этой вот, видите, пластиной, которая двумя саморезиками вот здесь вот отсюда прикручена. То есть, он соединен вот этой вот пластиной с корпусом. То есть, нет перемычки, а есть вот эта вот пластина. И получается, для того, чтобы отсоединить этот контакт от корпуса, нужно отрезать вот здесь вот кусочек пластины, чтобы наш сетевой фильтр не касался самой стиральной машинке. Но я этого сейчас делать не буду, ребята. Почему? Потому что машинка стиральная все-таки находится на съемной квартире. Если бы она была моя личная, я бы это отрезал. Но если не дай бог у нас что-то с ней произойдет и придется вызывать мастера по ремонту стиральных машинок, то ко мне появятся лишние вопросы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Всем пока и до новых встреч!